Для того, чтобы получить достоверную информацию о состоянии и качестве обслуживания лифтов в городе, наша программа отправилась в организацию, под контролем у которой находится 2500 устройств. Всего в городе насчитывается 4000 лифтов. Появился фонд капитального ремонта, 6 рублей с квадратного метра. И вот в прошлом году цифра около 160 лифтов, такой на моей памяти, я не помню, вот такого еще не было. И на этот год запланировал около 160 лифтов поменять, это очень хорошая цифра. Надеемся, конечно, что у нас этот процесс пойдет в таком темпе, и мы уже где-то к 2020 году пойдем к хорошему результату. Срок службы одного лифта составляет 25 лет, и в настоящее время в городе еще остаются те устройства, которые подлежат замене или капитальному ремонту. Поэтому рязанцы должны и сами следить за тем, насколько хорошо работают лифты в их домах. Понять, что лифт неисправен, можно и самостоятельно. Существует несколько признаков поломки. Например, если двери кабины или шахты лифта не закрываются. Или если уровень пола кабины отличается от уровня этажной площадки более чем на 3,5 см. Чтобы проверить этот лифт, я взяла вот с собой линейку. Давайте посмотрим. Но ее даже не приходится прикладывать. Как видите, здесь все ровно, этот лифт исправен. Также стоит обратить внимание, если наблюдаются какие-то рывки в кабине, скрежет или несанкционированный уход кабины с этажа. Любое отклонение от нормальной работы лифта квалифицируется как потенциальная опасность. Существуют в городе и умные лифты. Если устройство просто отключилось и не желает работать, это означает, что оно предупреждает о возможной поломке. Прибор безопасности на сегодняшний день устроен таким образом. И если схема на грани того, что может что-то там произойти, естественно, лифт работать не должен. И он не работает. Это приказ в нормальном его обслуживании. Многие несчастные случаи, связанные с лифтами, происходят по вине самих жильцов. Поэтому необходимо соблюдать общепринятые правила. Обязательно заносить ребенка в кабину на руках. В этом случае есть возможность среагировать на внезапную поломку оборудования. Не перегружать лифт, не прыгать в нем. Дети до 12 лет не должны самостоятельно пользоваться лифтом. И главное, ни в коем случае не пытаться проникнуть в шахту лифта или покинуть устройство, которое застряло между этажами самостоятельно. Это правило жизни придумало. Жизнь. Понимаете, в чем дело? Потому что у нас не было в пунктах правилах, пока у нас на лифте в Москве перевозили горючие вещества, воспламенилось вот этот материал, и люди заживо сгорели в кабине лифтов. Тут же, тут же в правилах появился новый пункт. Не перевозить легко воспламеняющие жидкости, материалы в лифте кабине. Тут же появилось. Добавилось к тем, которые уже происходили несчастные случаи. И все же, если лифт оказался неисправным, и это привело к смерти людей, за это понесет наказание руководитель той организации, которая обеспечивает безопасность работы оборудования. В случае, если погиб человек, когда лифт неправильно функционировал из-за того, что там не был заменен или не был ремонт лифта, вовремя сделан, то наступает ответственность до шести лет лишения свободы. В случае, если погибло два человека или больше, то ответственность за выполнение вот этих услуг некачественных наступает до десяти лет лишения свободы. Сейчас наблюдается общая проблема, которую надо устранять. Это отсутствие утвержденного правительством порядка организации эксплуатации. В этом документе прописываются те процедуры, которые должны проводиться при проверке. Поэтому жизнь и здоровье граждан находятся в их руках. Рязанцы должны внимательнее отнестись к лифтам в своих домах. Если устройство, за обслуживание которого жильцы платят деньги, работает не так, как нужно, тогда рязанцам нужно обращаться в ту организацию, которая занимается обслуживанием лифта.